МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале Север. В студии Светлана Артеева. Коротко о главном. Голод и холод, а хлеба что? Завали 150 грамм? Воспоминания о войне ветераны Ненецкого округа собираются на празднование юбилея Сталинградской битвы. Это наша птичная мини-столовая, в которой люди себе могут приготовить, покушать. Отделение временного проживания комплексного центра социального обслуживания населения больше не сможет принимать всех страждущих. Почему? В нашем сюжете. Эти сборы были как очередной этап подготовки. Первенство России по палеотлону. Палеотлонисты вернулись из Коврова, где проходили спортивные сборы. О наградах и медалях Алена Валеев в спортивной рубрике. Сотрудники МЧС обнаружили пропавший накануне вездеход компании Севершилкомсервис. Напомню, грузовой вездеход, направлявшийся в Каратайку, перестал выходить на связь еще вчера. На борту находились два человека. Сегодня утром на поиски пропавших людей был отправлен спасательный отряд. Пропавших обнаружили в районе гряды Сальдахой. Как выяснилось, у вездехода отказала коробка передач. Людям медицинская помощь не потребовалась. К другим темам. В Ненецком округе количество зарегистрированных преступлений снизилось на 18,8%. Итоги работы за минувший год подвели на расширенном заседании коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности в управлении МВД России по НАО. В заседании коллегии участвовали руководители и представители органов исполнительной и законодательной власти Ненецкого округа, местного самоуправления, правоохранительных органов и общественных организаций. Исполняющий обязанности начальника МВД России по НАО Алексей Чупров озвучил итоги деятельности и определил задачи на будущее. Так, в прошедшем году значительно снизилась подростковая преступность. Сотрудниками МВД зафиксирован спад криминальной активности в населенных пунктах округа, а также спад преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В то же время увеличилось количество преступлений, раскрытых по горячим следам. Семидесятилетие победы Советского Союза в Сталинградской битве отметят в Волгограде в начале февраля. В праздничных мероприятиях будут участвовать по два ветерана от каждого региона. До победного юбилея в нашем округе ни один участник Сталинградского сражения не дожил, поэтому в Волгоград отправятся заслуженные ветераны Антон Виссарионович Михеев и Ангелина Ивановна Тарасова. Накануне поездки они принимали в гости нашу съемочную группу. Ангелина Ивановна Тарасова войну встретила в Архангельске. Признается, что очищать ее горожане начали еще задолго до прихода боевых действий в область. Это чувствовалось по прилавкам магазинов. Исчезло почти все снабжение. А первые карточки на хлеб и сахар начали выдавать только спустя несколько месяцев. Дефицитом стало все – хлеб, крупа, капуста. И голод, и холод. А хлеба давали 150 грамм, были карточки. А потом, когда устроили с работы, тогда 500. А уже перед окончанием войны 800 грамм давали хлеба. А остальное-то почти ничего не было. Крупы какие-нибудь там, овсянка, горох и все. В военное время Архангельск стал госпитальной базой Карельского фронта. К концу 41-го года в области действовал 31 госпиталь. Всего за время войны 17 тысяч доноров сдали 25 тонн крови. Все школы не учили. Школы были заняты под госпиталем. Ходили, помогали, сидели в госпиталях. Этих больные, кому письмо написать, кому чего-то. И вот так помогали. Собирали тетной металлоглом, что-то перерабатывали, отправляли. Вот так и жили. Ангелина Ивановна дежурила на крышах домов во время налетов на город и тушила фугаски. Для нее война – это тяжелый труд толовика. Антон Виссарионович Михеев, напротив, во время войны служил. Призвали его только в октябре 44-го. После окончания полковой школы связи направили на Дальний Восток. Здесь Антон Виссарионович был телеграфистом. Было все закодировано, все в цифрах. Был пятизначный код, но это было известно только. Поэтому тем, кто имел читать, наше дело было принять. И вот там то, что и дело, там сомневающее. Там же цифры очень сложная вещь. Потому что, как говорят, три точки и две тереют. Это будет тридцать. И черточку протянули, получают четверку. Так что очень надо было внимательно и точно передавать, и принимать. После окончания войны служба рядового Михеева не закончилась. До 1951 года служил в составе группы советских войск в Китайской Народной Республике и обеспечивал доставку китайской армии на Тибет. Ну, чем война запомнится? Горячь, дозы, убийство, кровь. Это самое страшное. Причем там же очень много на самых этих войсках переброшено с запада. Такие парни все молодые, все в орденах, только жить. Вот тех, мол, ребят жалко убивали. Они уже, собственно, свое дело сделали на западе. Надо им ехать домой после дела. Вот тех было очень жалко ребят. Сейчас ветераны с нетерпением ждут поездку в Волгоград. Для них это еще одна возможность пообщаться с теми, кто тоже помнит тяготы войны. Екатерина Гончарова, Антон Водряков, Телеканал Север. Социальная гостиница закрыла двери. Жители округа, имеющие инвалидность или находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, больше не смогут воспользоваться услугами отделения временного проживания Центра социального обслуживания населения. Ну, это наша птичная мини-столовая, можно сказать, в которой люди себе могут приготовить покушать. Потому что приезжают, бывает, и ночью. Теплые просторные комнаты с аккуратно застеленными кроватями словно ждут посетителей. Социальная гостиница, гостиница Красного Креста, так ее называли в народе. Официальное название отделения временного проживания Комплексного центра социального обслуживания населения вполне отражает суть этого места. Сюда приходили, когда не знали, куда идти. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, жители округа, дети и старики. Предоставлялись именно меры социальной поддержки для жителей сельской местности, выезжающих сюда по необходимым жизненным вопросам. Будь то больницу, оздоровление в нашем центре, какие-то имущественные, юридические вопросы или проездом. И плюс еще летний отдых детей. Когда дети из населенных пунктов приезжали, здесь собирались, и потом чартовным рейсом они отправлялись отдыхать. Все эти ситуации не соответствуют требованиям госстандарта, который регламентирует порядок работы отделения временного проживания. С 18-го числа социальная гостиница Комплексного центра приехало фактически принятие населения в связи с тем, что поступило распоряжение из архангельской области подведомственного учреждения. Официально отделение не закрыто, но теперь здесь могут останавливаться только женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, нуждающиеся в постороннем уходе с оплатой 75% от пенсии. По сути, отделение теперь дублирует функции дома-интерната – спальные места, кухня и присмотр медицинских работников. Вот только необходимости в такой работе специалисты не видят, ведь очереди или дефицита мест в доме-интернате нет. Другая сторона медали – люди, которые в одночасье остались без привычного приюта. Они могут останавливаться на более льготных условиях, то есть 200 рублей в день в сутки за проживание в любой гостинице города и поселке искателей. Датируется, в общем-то, всё из окружной казны проживания. Но для этого, естественно, нужно просто обратиться в Управление труда и социального развития НАО. Эта мера поддержки тоже популярна среди жителей округа, но имеет ряд недостатков. Ограничения по времени всего 15 дней и внушительный пакет документов, которые необходимо предоставить до заселения. Зачастую местные авиарейсы прибывают уже вечером и достать нужные справки невозможно. А уж говорить про людей, которым бывает просто негде переночевать и некуда пойти, не приходится. Поэтому сотрудники ЦСО надеются, что власти не оставят людей без ночлега и найдут выход, который бы учитывал потребности всех жителей округа. Светлана Артеева, Тимур Соболев, Телеканал Север. Нинецкая нефтяная компания в 2012 году увеличила свои расходы на благотворительность в несколько раз. Если в 2011 году ННК потратила на эти нужды 3,5 миллиона рублей, то в 2012 сумма составила почти 20 миллионов. Нинецкая нефтяная компания показала резкий рост благотворительных расходов по итогам прошлого года. 19,5 миллионов рублей. Такую сумму нефтяники передали общественным организациям или на социальные проекты. Некоторые структуры в 2012 году ННК поддерживала систематически. Например, Общество слепых, Ассоциация Ясовые, Союз оленеводов и Организация ветеранов ЩИТ. Есть и разовые проекты, в которые ННК вкладывает свои средства. Ну, отдельной, наверное, гордостью нашей является участие в организации «Ритмофарктики», потому что мы не только выступили генеральным спонсором этого, для того, как я считаю, выдающегося события по своей силе. Вошли в рабочую группу и непосредственно делали это событие. Помимо этого, ННК участвовала в финансировании «Бурандэй», закупала утварь для Коткинского храма и оборудование для первой городской больницы Архангельска. Наринмарстрой возводит детский сад в поселке Лесозавод на деньги нефтяной компании. Жители Бугрино в ближайшее время получат от нефтяников новую хлебопекарню. Сейчас осталось решить только вопрос транспортировки. На вопрос, откуда такой всплеск щедрости, ННК отвечает просто «нефти спасибо». Ну, это и связано с тем, что цена на нефть хорошая, да, на этот раз. И есть определенные тонкости, связанные с участием нефтяниной компании в Харягинском соглашении. Для того, чтобы добывать нефть, требуются крупные первоначальные вложения. Для покрытия расходов компания привлекла заемные средства. И сейчас ННК рассчиталась по своим долгам, что позволило запланировать на благотворительные нужды гораздо большие суммы по сравнению с прошлым годом. Нефтяники обещают, по мере роста добычи нефти на Харяге будет расти и вклад компании в развитие округа. В Наринмаре завершается второй этап строительства спасательного центра округа. Согласно плану, центр сосредоточит на своей территории все службы МЧС и Комитет гражданской обороны. В состав нового комплекса войдут аварийно-спасательный центр, пожарная часть, поисково-спасательная служба и государственная инспекция маломерных судов. Здание будет оснащено гаражами, ангаром для катеров, причалом, открытой стоянкой для 20 автомобилей, полосой препятствий, а также пожарной башней. Финансирование данного проекта ведется как из регионального, так и из федерального бюджетов. Открытие спасательного центра намечено на конец августа. Приурочат торжественную часть международной конференции по защите арктических рубежей. К этому времени, согласно плана, должны быть готовы основные объекты строительства. Все, что относится к федеральной части, это здание пожарного депо, здание спасательного отряда, федеральный спасательный отряд. Зданы все коммуникации, котельная, торсоматная подстанция, водопровод, канализация и ангар. В 2014 году в Ненецком округе пройдет сразу несколько выборов. Истекает срок полномочий глав муниципальных образований, депутатов окружного собрания и главы администрации округа. Голосовать за новых исполнителей и законодателей жителям предстоит в один день. В единый день голосования в сентябре 2014 на избирательную комиссию ляжет серьезная нагрузка, облегчит работу избирательной комиссии ряд мер. Так, избирательная округа формируется теперь на 10 лет. Участковые избирательные комиссии будут создаваться не под каждые выборы, как это было раньше, а сроком на 5 лет. Всех кандидатов в избирательную комиссию проверят по базе Министерства внутренних дел. Также всем членам выдадут удостоверение на 5 лет. Кроме того, избирком намерен проводить просветительскую работу с кандидатами на должность в комиссии. Особое внимание уделят людям, которые обладают хорошими профессиональными знаниями, деловой хваткой и сформированными морально-нравственными качествами. В норвежском Тромсё проходит седьмая ежегодная конференция «Арктические рубежи», тема которой «Геополитика и морская индустрия в Арктике». В мероприятии принимают участие более тысячи делегатов из 26 стран мира, включая Россию. Среди участников форума – заместитель секретаря Совета Безопасности России Евгений Лукьянов, губернатора Архангельской и Мурманской областей. От Нинецкого округа в конференции участвует начальник отдела международных и межрегиональных связей. Управление информсвязь НАО Сергей Кунгурцев. В этом году обсуждаются вопросы того, как следует себя вести в меняющейся арктике. Ситуация в Арктике меняется. Предполагается, что вскоре мы получим более легкий доступ к ресурсам Арктики. Нужно договориться, как действовать в этих условиях. То есть, чтобы не нарушить, чтобы снилить экологические риски, чтобы сохранить традиционный образ хозяйственной королевики и иных народов, которые проживают в Арктике. Я сделал доклад, касающийся также нашей роли в снижении экологических рисков в Арктике. Медали, звания и опыт привезли окружные палеотлонисты со сборов, которые проходили в новогодние праздники в Коврове, Владимирской области. За две недели, проведенные на тренировочной базе, наши спортсмены успели принять участие в двух соревнованиях. Итогами своей поездки троеборцы поделились с Аленой Валей. Выезды на тренировочные базы в новогодние каникулы проводятся ежегодно. Татьяна Дроздова на подобных сборах побывала уже в третий раз. Каждый выезд привносит что-то новое – спортивную подготовку девушки. На этих сборах появился опыт, небольшой соревнования. И более по горам ездить, трасса была более сложной. Но несмотря на более холмистый рельеф трассы, Татьяне удалось завоевать золотую медаль на первенстве Коврова по лыжным гонкам. Примечательно, что основная борьба за победу развернулась между двумя нашими спортсменками – Татьяной Дроздовой и Ольгой Каневой. Так получилось, может быть, не достаралась, может быть, это вся сила, которая у меня была. Ну, я довольна своим результатом. Каждая сбора дает чуть больше уверенности, чуть больше опыта. Так что эти соревнования тоже пошли мне на пользу. Эти соревнования в копилку округа принесли и еще одну бронзовую медаль. Ее завоевал Антон Безумов. Кроме первенства Коврова, во время сборов наши спортсмены приняли участие во втором Кубке России по зимнему троеборью. Медали эти соревнования не принесли, а вот званий прибавили. В округе появился еще один мастер спорта России. Александр Матвеев шел к этому на протяжении полутора лет. На других всероссийских соревнованиях, которые были в прошлом сезоне, у меня, к сожалению, не получилось. Буквально разделили там считанные очки, одно-два очка от мастера спорта, поэтому было очень обидно. И вот, наконец-то, в Коврове мне это удалось. Так что, можно сказать, соревнования прошли удачно. Итоги выезда подведены и медали подсчитаны. Впрочем, главное, говорят тренеры, хорошая подготовка к дальнейшим выездам. Эти сборы были как очередной этап подготовки первенства России по палеотлону, который пройдет в городе Сургуте, Хантамансийского округа, в апреле, это со 2 по 7 апреля 2013 года. На предстоящем турнире наш округ представят 8 палеотлонистов. Среди них и Татьяна Дроздова, Ольга Канева и Антон Безумов. Алена Валейстанислав Талеев, Александр Безумов, Телеканал Север. И в завершении выпуска о погоде с 24 по 26 января на большей части территории округа ожидается аномальное похолодание с отклонением средней суточной температуры на 7-10 градусов, местами похолодания до 43 градусов. Будьте осторожны. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Много интересного и на нашем сайте trksever.ru. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова